МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По данным Башко, сейчас в регионе работают ремонтные бригады из других областей и энергетики из Кыргызстана. Для восстановления поврежденных объектов из Госрезерва будут выделены стройматериалы. По Каратау идет уже подача теплой воды, 38 на входе, 34 на выходе. Но сегодня доведем до параметров, запущен паровой котел. В Жанатасе заполнен водогрейный котел в системах отопления. Электричество где-то в 30-40% города в Жанатасе восстановлено. На все подстанции подано. Единственное, внутригородские сети низкого давления, то есть низкого напряжения, они сейчас восстанавливаются. И я полагаю, что электричество сегодня уже в Каратау должно быть восстановлено в целом. Напомню, минувшие выходные скорость ветра в Жамбылской области достигала 50 метров в секунду. Ураган разрушил кровли жилых домов, административные здания. Больше всего пострадали Таласки и Сарсуски районы, а также города Каратау и Жанатас. Там люди остались без электричества, связи и воды. По данным синоптиков, сегодня в регионе вновь ожидается усиление ветра. Глава МЧС заверил, что все службы экстренного реагирования готовы к ликвидации возможных последствий непогоды. Сегодня дано гидрометам штормовое предупреждение. Вчера вечер стих, то сегодня он уже начинает нарастать. Но надеемся, что такого уровня не будет. Но если будет, я думаю, что мы готовы.